Друзья, мы продолжаем. Каждый день, практически, мы встречаем в нашей студии интересных музыкантов. И вот сегодняшнее утро не стало исключением. У нас в гостях уникальный калининградский артист, музыкант Иларион Дьяков. И, друзья, мы хотим вас с ним познакомить. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сделаем так. Чтобы не расспрашивать так голословно, мы для вас, дорогие телезрители, подготовили специальную визитку для того, чтобы вам поплотнее, поинтереснее познакомиться с этим артистом. Ларион Дьяков. Известный европейский артист калининградского происхождения. Музыкант и композитор не устает экспериментировать с музыкой. Среди его проектов – клубные дуэты, танго-формация и фьюжн-группа «Хамелеон Бэнд», исполняющая авторские композиции. Смешивая современные технологии и классический струнно-смычковый инструмент, Иларион Дьяков открывает для слушателей совершенно новые способы восприятия музыки. Он создает оркестровые партитуры в режиме реального времени и рисует в них аудиокартины о тех местах, которые являются важными для него, оставляя слушателю возможность представить их по-своему. Иларион, мы поняли, что вы играете на редком музыкальном инструменте – альте. Вот расскажите, почему вы именно его выбрали? Почему не скрипка, например, просто? Скрипка и была, но, к сожалению, в стране нет в музыкальном образовании музыкальной школы такого инструмента, как альте и контрабас. Ну, вот так исторически сложилось, поэтому эти инструменты доступны только тогда, когда позволяет физиологию, то есть рост и длина руки. То есть сначала нужно овладеть скрипкой? Либо вилончелию, чтобы потом перейти на контрабас и выиграть. А есть ли какие-то принципиальные отличия по способу игры вот именно на альте? Потому что, ну, практически это просто большая скрипка. Ну, вот скрипач скажет, что нет, а альтист скажет, что да. Ага. Да. А всё-таки вы как альтист или как скрипач скажете? Угадайте. Ну, как альтист, да. Ну, видимо, как альтист. Конечно, конечно. Всё же какие-то вот есть мелочи. Ну, в первую очередь это отличие по строю, то есть тесситура ниже. Вообще альт был сделан по образу и подобию человеческого голоса. То есть он включает средний мужской диапазон, да, и средний женский. В то время как скрипка, например, выходит на высокие ноты, да, и это, понятно, ближе к женскому голосу. Но ведь вы альт используете не только как просто игру, но ещё и, как это сказать, несколько слоёв музыки, да, записываете? Ну, это даёт не сам инструмент, а фантазия и вот этот equipment, который... Вот, и расскажите нам про эти электронные штуки, которые в студии у нас есть. Их так много, и я не понимаю, как с помощью вот этих электронных приспособлений можно красивую музыку создавать, как вот мы в визитке услышали. Что можно рассказать? Ну, это всё то, что снимает, записывает и преобразует звук. То есть вот основной принцип работы. Вы наигрываете сначала какую-то основную мелодию, это записываете. Что происходит далее? То же самое. Опять, 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 опять. Вы продолжаете какую-то новую. Это принцип, это loop station, это loop, это цепь. Вот цепная машина, которая позволяет закольцевать ту или иную мелодию и таким образом, ну, грубо говоря, я называю это музыкальный бутерброд. А вот сколько слоёв может быть в этом бутерброде? Столько, сколько не мешает самой музыке. Чтобы включить каждый слой, вы вот на эту педальку нажимаете, да? Нет, эта педалька даёт что-то такое, что другое. Эта педаль даёт, она называется space echo, и она даёт длинный хвост звука. Что даёт ощущение полётности, даёт ощущение пространства, воздуха. Это как педали пианино, да? Ну, практически, да. Можно, практически параллельно. То есть это вот педаль для эффекта, и есть ещё специальное приспособление именно для записи и для воспроизведения. Как долго вы этому учились? До сих пор я не всё знаю, что могу использовать. То есть накупил, а даже забраться не могу. Ну, дело в том, что я знаю, приобретал всё это, я знал для чего, и то, что я использую, в общем-то, это... Я дошёл до цели, да? Но это не конечный результат, понятно. Вот мне интересно, сколько педалей у вас? Давайте посчитаем. По арсенале. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. А это максимум, который может быть музыкант, играющий в таком стиле? Или ещё можно безграничное количество добавлять? Ну, видите, дело в том, что всё зависит же от замысла. То есть что ты хочешь? Когда ты понимаешь, представляешь себе конечный результат, то ты понимаешь, из чего он должен состоять. Вот. А можно фантазировать... Ну, и, насколько я знаю, видел по всяким видео, используют ещё микрофон, если это вокалист, если он играет на каком-то инструменте, он ещё и записывает голос, ещё и повторяет, повторяет, повторяет. Вы как вот к этому стремитесь? Да, да, я иногда использую. Есть у меня микрофон, в который я добавляю немного голоса, но он не является, так скажем, основным, он является образом, что ли, внутреннего голоса, да? То есть я его вкрапляю в общую канву, и он показывает, что есть во всей этой музыке человек говорящий. Вы делаете не только интересную музыку, ещё и используете интересные площадки. Вот мы знаем, что в Калининграде, перед Калининградской публикой, вы дали концерт прямо на озере. Да. Друзья, давайте я предлагаю сейчас посмотреть небольшое видео, как это было. Как калининградцы отреагировали на такого рода концерт необычный? Очень хорошо. Друзья и знакомые говорили, что интернет трещал. А как вам удалось на плод загрузить и свет, и музыку, и как вообще электричество туда можно провести? В моей голове не укладывается. Ну, дело в том, что территория эта была не дикой, а у неё был владелец, и, собственно, есть, с которым мы и переговорили в тот момент, когда я там оказался, и когда у меня родилась идея. А родилась она из того, что, ну, все мы знаем, что музыка, как правило, звучит в каких-то либо концертных площадках, где всё для этого предусмотрено. Мой формат часто бывает, сопрягается с баром, где есть кофемашина, например. Да, все знают, как она шумит. Вот. И это невозможно остановить, этот процесс не остановить. И вкупе все вот эти вот помехи, они так или иначе откладываются. И мне просто надоело с этим бороться. И я решил придумать такой концерт в таком формате, где мне было бы комфортно играть именно свою музыку. То есть, в общем-то, вся музыка, она и так есть в природе, есть птички, есть звуки. Рыбки, да-да-да, я сейчас прям слышу это. Молчевые, шум ветра, шум листьев. Вся музыка, вот она и есть. А про неё нужно просто, как поляки говорят, взлопать и рассказать, зрителю донести. Друзья, всё-таки, наверное, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А хочется и увидеть, и услышать. Прямо сейчас небольшой отрывок из концерта Илариона Дьякова прямо в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова